Очередные соревнования по армейскому рукопашному бою состоялись в Томске Этот вид спорта пользуется большой популярностью и среди единоборцев и у болельщиков Благо соревновательный календарь у мастеров АРБ и родственного армейскому рукопашному бою Панкратиона весьма насыщен Различные турниры проходят каждый месяц и не по разу Силы остались вот перед самым Новым годом еще выходить на ковер? Ну сил, я секрет скажу, почти не осталось, уже морально устали мы Но я вам скажу, что после Нового года начнется то же самое 12-го у нас числа февраля здесь будет область по Панкратиону И 23-го февраля здесь будет Сибирский федеральный округ по армейскому рукопашному бою Насыщенный соревновательный график, несомненно, только на пользу спортсменам И они приобретают бесценный опыт Неудивительно, что томские единоборцы зарекомендовали себя и на всероссийской, и на международной арене Последним стартом уходящего года стали традиционные открытые соревнования по армейскому рукопашному бою Кубок Федерации Организовать его Федерацию АРБ помогли региональное отделение ДСАФ России И областной департамент по молодежной политике, физкультуре и спорту Причем в состязаниях приняли участие не только бойцы из разных клубов нашего региона Но и спортсмены из Новосибирской области и Красноярского края Нам нравится приезжать в Томск, здесь действительно радушная атмосфера И всегда наши друзья нас очень хорошо принимают, спасибо им В Томске хорошие ребята, очень хороший клуб, вот Шторм представляет Достаточно, мы сюда за опытом в общем-то и приезжаем, поэтому сюда приятно приезжать Не только потому, что здесь наши друзья, но и потому, что здесь хорошо растет именно опыт выступления Мы к вам приехали впервые, давно все собирались, как-то все не получается Тут решили, что надо все-таки уже приехать и поддержать сибиряков, наш соседний субъект Тем более, это хорошо, что в преддверии, что в феврале месяце будет проходить первенство Сибирского федерального округа Ребята как бы уже подпривыкнуты и будет уже в принципе в феврале проще здесь на вашей земле выступать Разведка боем у вас? Обязательно Дебют в Томске у красноярцев оказался успешным Их клуб «Беркут» завоевал первое место в общекомандном зачете На второй позиции финишировала новосибирская «Спарта» Третью строчку в финальном командном зачете занял томский клуб «Шторм» Вообще в ходе турнира специалисты и зрители увидели выступление порядка 160 спортсменов Они разыграли медали в шести возрастных категориях От самых юных бойцов до взрослых В общем, на виду друг у друга сражались и тренеры, и их воспитанники Хороший пример своим ученикам подал Юрий Тимофеев Молодой 23-летний тренер клуба «Шторм» завоевал первое место Досрочно победив соперников из Новосибирска и Красноярска «Я считаю, что тренер, во-первых, должен не просто уметь тренировать, подать, все сделать Он должен быть и сам бойцом, он должен показывать на своем примере, как нужно это делать Выигрывать и быть примером для учеников, чтобы они тоже за тобой росли, двигались и занимали места плоди чемпионата мира и России Соревновательный сезон 2019 года завершен, но тренировочный процесс продолжается Мастера армейского рукопашного боя и панкратиона будут тренироваться до 28 декабря И только после этого спортсмены позволят себе отправиться на небольшие новогодние каникулы